Атава-Ихсан представляет «Если ты сможешь ответить, значит, твоя религия истинная, и поистине Мухаммад – посланник Всевышнего. Если же ты не сможешь ответить на наши вопросы, Мухаммад – не посланник Аллаха, и твоя религия – неверная», – заявили они. Умар, рады Аллаху ангу, согласился, сказав, что готов ответить. «Скажи нам, – начали они, – что является замком, который запирает небеса, и что является ключом к нему? И кому принадлежит могила, которая бродила с человеком, находившимся в ней?» Затем они спросили, кто предупредил об опасности свое племя, а это были не люди и не джины. Также спросили о пятерых, которые появились на свет без родителей. «Скажи нам, каков смысл тоспехов птицы-дурачи, турачи, рябчики, петуха, лошади, лягушки, осла и жаворонка?» Когда иудеи перечислили эти вопросы по порядку, Умар, да будет доволен им Аллах, отпустив глаза, сказал, «Я не провинюсь, сказав, что не знаю, если мне зададут вопрос, ответ на который мне неведом. И нет позора, если я спрошу того, кто знает его». Обратите внимание на знание, разум и чистоту деяний Умара, рады Аллаху ангу. Маша Аллах! Тот, кто будет стараться брать с него пример, никогда не пожалеет об этом. Да поможет нам Аллах. Даже если написать книгу об этом примере, она не даст полного разъяснения. Если и прочитает разъяснение тот, у кого сердце нездорого, пользы от этого ему будет не больше, чем мухи от камня. Слова Умара, да будет доволен им Аллах, иудеям не понравились, и они, огорчившись, собрались уйти обратно. «Этот ваш Мухаммад не был пророком, а ислам не является истинной религией», заявили они. Тогда Салман Аль-Фариси, рады Аллаху ангу, вскочил и сказал иудеям, чтобы они набрались терпения, а сам помчался, как ветер к сподвижнику Али, рады Аллаху ангу, рассказать о том, что произошло между иудеями и Умаром, рады Аллаху ангу. Али спросил Салмана, да будет доволен имя Аллах, что случилось, и тот сказал, что нужно ответить на вопросы. Али, рады Аллаху ангу, поспешил к иудеям, словно проголодавшийся, которого пригласили на трапезу. Увидев Хайдара, рады Аллаху ангу, Умар, да будет доволен им Аллах, очень обрадовался, обнял его и с почтением сказал, «О, Абуль-Хасан, да будет доволен им Аллах, как же вовремя ты приходишь всегда!» Али ибн Абуталиб повернулся к иудеям и уверенно сказал, что готов ответить на любой вопрос. Они повторили ранее перечисленные вопросы, и он согласился ответить на них. Али, рады Аллаху ангу, поставил перед ними условие, что они примут ислам, если он ответит на их вопросы так, как об этом сказано в Таврате, Торе. Иудейские ученые согласились и дали слово принять ислам, на том и договорились. Али, рады Аллаху ангу, по порядку ответил на вопросы, чем очень удивил иудейских ученых. «Замок, запирающий небеса, — это ширк, многобожие, — сказал он, поскольку он не позволяет мольбе мушрика, многобожника, подняться на небеса. Ключ, который отворяет небеса, — это произнесение шахады устами, признавая сердцем. Утверждение, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, его пророк, и есть ключ». «Могила, путешествовавшая с человеком, — это кит, который с Юнусом, алейхи салям, в своей утробе побывал в семи морях», — продолжил Али, рады Аллаху ангу. «Племя нелюдей и ниджинов предупредил об опасности муравей Сулеймана алейхи салям», — сказал он далее и прочитал аят из Корана. У иудеев не нашлось слов. Затем он перечислил тех пятерых, которые появились на свет без родителей. «Адам, алейхи салям, и Хава, верблюд Салиха, алейхи салям, баран Ибрагима, алейхи салям, трость Мусы, алейхи салям». «Таспих птицы дуррадж, ар-рахман, аляль-арши става, милостивый сотворил арш и подчинил его своим могуществом», — продолжал Али, рады Аллаху ангу. «Таспих в пении петуха, узкуруллаха я гафилин, поминайте Аллаха, о вы, отвлеченные от него». Ржание лошади правоверного, отправляющегося на джихад, — это мольба, смысл которой «О Аллах, помоги рабам твоим верующим победить неверующих». Рев осла означает, что сборщики налогов прокляты Всевышним, а ревет он при виде Иблиса. «Таспих лягушки — причист Господь, воистину достойный поклонения, которого восхваляют и в морской пучине». И напоследок он объяснил смысл «Таспиха жаворонка». Эта птица произносит проклятие всемогущего тем, кому ненавистна умма Мухаммада, саллиллаху алейхи салям. После этого двое из иудейских ученых признали истину и с радостью произнесли шахаду. А третий вскочил и заявил, что у него есть еще один вопрос. «Али, рады Аллаху ангу, сказал, спрашивай, о чем хочешь». «Кто был оживлен после 309 лет смерти?» — спросил Ахбар. «Это асхабуль-кахфи, о которых Аллах поведал в Коране», — ответил Али, рады Аллаху ангу. Но иудей потребовал рассказать о них подробнее от начала и до конца. И Али, рады Аллаху ангу, рассказал, назвав их имена, имена их родителей, сообщил, что случилось у них с царем, ничего не пропустив. Затем Али, рады Аллаху ангу, спросил иудея, «То, что я рассказал, соответствует ли приведенному в Таврате?» Тот ответил с заслуженной похвалой, «Ты не прибавил и не убавил ни одной буквы». В итоге тех троих иудеев Всевышний направил на путь истины. «Многие иудейские ученые, обманутые нафсом, покинули этот мир в неверии, не признав Ахмада, салли Аллаху алейхи вассалям. Хвала Всевышнему, который не сделал нас упорствующими в неверии. О Аллах, спаси нас от завистников, которые, прикрываясь именем Ислама, толкают людей к неверию. Аминь, о отвечающий на мольбу». Коротко расскажем об Асхабу-ль-Кахфе, которых Всевышний упомянул в Коране. Согласно версии Вахба, это были румы, древние римляне. Город их назывался Афсус, Эфес. А после распространения Ислама он был переименован в Тартус. Их царь следовал религии Айса, алейхи вассалям, и всю свою жизнь провел в Исламе. О смерти его услышал один из царей персов по имени Дикьянус. Он двинулся к Афсусу с хорошо обученным войском. Как сын прибирает к рукам владения отца, так и Дикьянус овладел Афсусом. Обустраиваясь будто в своей вотчине, в течение 30 лет он строил дворец с укреплениями в центре города. Проклятый отрицал Всевышнего, поклонялся идолам и вознесся так, что не чуял под собой земли. Он очень старался отвратить и жителей Афсуса от религии Масеха, алейхи вассалям. Он приблизил к себе тех, кто подчинился ему, и предал смертным мукам тех, кто отказался следовать ему. Люди того города стали язычниками и начали поклоняться идолам Дикьянуса. Он взял себе в советники шестерых юношей, говорят, это были сыновья алимов, ученых. Дикьянус не делал ничего, не посоветовавшись с ними. Однажды, когда Дикьянус сидел на своем троне, один из самых преданных ему людей сообщил, что их окружили войска персов, готовые напасть. Царь очень опечалился, погрузился в думы. Он был совсем сбит с толку и выглядел растерявшимся глупцом. Ямлиха, главный среди советников, увидел замешательство царя, и в его сердце зародилось сомнение в Дикьянусе, который утверждал, что он их бог. Если бы он был создателем, которому нет равных, у него не было бы признаков сотворенного. Подобные мысли кружили в голове Ямлихи, разочаровавшегося в царе, и не давали ему покоя. Он взглянул на землю, посмотрел на небо, подумал, кто же творец всего сущего, и пришел к выводу, что Дикьянус не может быть дарующим, а Розак, который наделяет все живое на земле, пропитанием. Наблюдая за движением солнца и луны и положением звезд, он убедился в том, что порядок их устанавливает другой царь. И сердце его выбрало царя царей, которому народ не переставал поклоняться. Среди тех шестерых юношей было принято каждый день собираться друг у друга по очереди. Когда очередь дошла до Ямлихи, все собрались у него. Юноши сидели в хорошем настроении, Ямлиха же не был похож на них. Он с ними не ел, не радовался, охваченный мыслями о царе. Друзья, видя его опечаленным, забеспокоились и спросили, что с ним. Ямлиха поделился с ними и сказал, что он думает о Дикьянусе. Когда он открыл им эту тайну, все стали целовать ему ноги. «Мы тоже были такого же мнения о нем», — обрадовались они. «Теперь они стали обдумывать, как им быть. Мы сделаем, как ты скажешь», — сказали они Ямлихи. Он предложил бежать, оставив царя, дабы искать Создателя. Согласившись с ним, они решили бежать и взяли сколько могли денег. Они выехали из города верхом на лошадях, будто бы на прогулку. Оставив позади город Дикьянуса, они выбрались в степь, отпустили лошадей, переоделись в старую одежду, сняв придворные наряды, и прошли босиком расстояние в семь фарсахов. Подобно чистым рабам, отправляющимся к господину Саиду, они приниженно и смиренно обратились к Всевышнему. По дороге они встретили Чабана с отарой овец, подошли к нему и попросили воды. «У меня есть все, что хотите, и вода, и молоко», — предложил Чабан юноша. «Выглядите вы как цари, но, судя по тому, как пришли, вы похожи на беглецов», — добавил он и поспешил исполнить их просьбу. «Когда Чабан стал расспрашивать их, юноши открылись ему. Мы вступили в религию, которая запрещает лгать, и отправляемся к Всевышнему Создателю, оставив неверного царя». Чабану пришлись по душе эти юноши, которые выбрали Всевышнего, отвратившись от многобожья. Он признался, что был такого же мнения о Дикьянусе. Чабан решил присоединиться к группе юношей и вернул отару хозяин. Эти семеро стали друзьями и отправились в путь. За ними последовала и собака Чабана. Они не хотели брать ее с собой, стали отпугивать, бросать в нее камни. Но как бы ни отгоняли, Кэтмир, так звали собаку, все равно последовал за ними. Их желания не совпадали. «Я хочу быть с вами из-за того, что вы полюбили Всевышнего. Я буду охранять вас», — заговорила собака, и они, видя ее решимость, взяли ее с собой. Собака выразила желание помогать им, охраняя от врагов, а также приблизиться к Всевышнему. Она произнесла свидетельство, признав, что Аллах один. Они двинулись в путь. Впереди проводником шел Чабан, который хорошо знал те места. Прибыв к пещере Васид, расположенной на горе Наджилус, они остановились в ней. Здесь росли деревья со спелыми фруктами, рядом был источник чистой холодной воды. Юноши выпили воды, поели фруктов с деревьев, вошли в пещеру и расположились в ней. Кэтмир остался у входа в пещеру и лег там, вытянув лапы. В это время всемогущий Аллах отправил к ним ангела смерти, который забрал у всех души. Чтобы не дать истлеть их телам, Всевышний приставил к каждому по два ангела и велел поворачивать их сбоку на бок. Тем временем Дикьянус вернулся во дворец после праздника, по другой версии с войны, и стал расспрашивать, где юноши. Ему ответили, что они оставили его религию, приняли другую и сбежали. Дикьянус взял 80 тысяч всадников и отправился искать беглецов. Расспрашивая по дороге тех, кто видел их, они пошли по следам и пришли к входу в пещеру на горе Наджилус. Проклятый Дикьянус заглянул в пещеру и увидел шестерых своих визирей, спящих там. Юноши походили на заснувших от усталости чабанов. Хотя они были мертвы, дыхание их не останавливалось. Они казались живыми, сказано, что даже глаза их не были закрыты. Дикьянус задумался, как их наказать, и решил замуровать их в пещере. «Привели строителей, и те закрыли вход в пещеру крепкой стеной, которую невозможно было пробить. Теперь выйдите, если можете», — с вызовом сказал Дикьянус и вернулся во дворец. Сказание о Дикьянусе на этом заканчивается. После смерти Дикьянуса его царство распалось. Прошло более трехсот лет. Пришли другие времена. Царем стал верующий, и возвысилась религия Иса, алейхиссалям. Однажды некий чабан, пасший овец на горе Наджилиус, обнаружил пещеру, вход в которую был заложен. Шел дождь, и чабан подумал, хорошо бы загнать атару в пещеру, пока дождь не прекратится. Пока он разбирал вход в пещеру, всемогущий вернул души в тела юношей. Чабан очень испугался, когда они поднялись, словно пробудившиеся после недолгого сна. Он выскочил из пещеры и бросился бежать, погоняя овец. Он был так напуган, что больше уже не мог приблизиться к этому месту. Асхабуль-Кафи поприветствовали друг друга. Им показалось, что они спали всего одну ночь. Они вышли, чтобы сделать омовение, и обнаружили, что источника нет, и фруктовые деревья высохли. Это очень удивило их. Не понимая, что произошло, они пребывали в недоумении. Они и подумать не могли, что Создатель оживил их через века после смерти. Неожиданная картина, представшая их взору, привела их в изумление. И тут они вспомнили про голод и стали думать, кого бы отправить в город за едой. Условились выбрать дозволенную шариатом еду без свинины. Кроме того, следовало быть очень осторожными из-за того, что им грозила опасность со стороны царя. Ямлиха, отличавшийся умом и осторожностью, решил идти в город сам, сказав, что никто, кроме него, еды им не достанет. Идя по нехоженным тропам, Ямлиха под видом чабана пришел к воротам города. У городских ворот реяло зеленое знамя, на котором ослепительно красивым почерком были написаны слова шахады «Ля Иляха Илля Аллах, Аиса Расулюллах». Ямлиха протер глаза и посмотрел еще раз. «Не сон ли это?» – засомневался он. «Нет, это не может быть сном». Он тайно пробрался в город и увидел там людей, читавших Евангелие, но не встретил ни одного знакомого лица. Дойдя до базара, он встретил пекаря и спросил его, как называется этот город. «Авсус», – ответил пекарь. Ямлиха снова спросил, как зовут местного царя. «Абдурахман» был ответ. «Если ты говоришь правду, то это чудо», – сказал Ямлиха, качая головой. Он вытащил из кармана дирхемы, протянул их пекарю и сказал, «Тогда дай мне хлеб на эти дирхемы». Увидев деньги, пекарь изумился и заявил, «Ты нашел клад!» Угрожая Ямлихе, он поставил перед ним условие, «Поделись со мной, иначе я отведу тебя к царю». Тот ответил, что никакого клада не находил, и добавил, что когда три дня назад он уходил из этого города, его жители поклонялись Дикьянусу, почитая его как бога. Услышав это, пекарь очень разозлился. «Разве можно рассказывать эти сказки про Дикьянуса, который жил 300 лет назад, только чтобы не делиться кладом?» – стал кричать он. Шум привлек внимание людей. Вокруг них собралось много народу. Все стали спрашивать, что случилось. Решив, что Ямлиха нашел клад, они отвели его к царю. Ямлиха предстал перед мудрым и справедливым царем Авсуса. Приближенные царя сообщили ему, что он нашел древний клад, зарытый в землю. Ямлиха впал в беспокойство из страха перед царем, Но тот успокоил испуганного Ямлиху и сказал, что заберет лишь пятую часть найденного, согласно велению пророка Иса, алейхиссалям. «Принеси мне пятую часть, а остальное оставь себе, и тебе больше ничего не грозит», – ласково сказал царь. Ямлиха расстроенно ответил, «Я родом отсюда и не находил клад. Как же я отдам то, чего у меня нет?» Царь спросил его, «Ты отсюда?» – ответил он, «А у тебя здесь есть знакомые?» – спросил царь. И Ямлиха ответил, что есть. «Назови их имена», – велел царь. Ямлиха назвал около тысячи имен, но среди них не оказалось ни одного, кого бы знали в окружении царя. Ямлиху спросили, «Есть ли у него дом в этом городе?» Он ответил, что есть. «Если хотите увидеть, отправьте со мной человека», – уверенно добавил он. Царь выбрал нескольких человек и отправил их с Ямлихой. Они с трудом добрались до большого дворца, на который Ямлихе указал ангел Джабраил, алейхиссалям. Ямлиха остановился перед дворцом, оглядел его и сказал, что это и есть его дом. Его спутники вызвали хозяина дома и объяснили причину своего визита. Хозяином оказался какой-то старый человек. Когда ему сообщили, что Ямлиха назвался хозяином дома, старец сначала возмутился, а затем, задумавшись, спросил его имя. Ямлиха назвал свое имя, имя отца и свой род. Старик попросил повторить, и тот снова перечислил имена предков. Тогда старик обнял его и заплакал, причитая, «О, мой дедушка!» Он сказал, что Ямлиха – один из тех, кто сбежал во времена Дикьянуса, отказавшись повиноваться ему. Это удивительное известие распространилось по всему городу. Ямлихи устроили радостную встречу. Царь сошел с коня и от радости посадил Ямлиху себе на плечи. Все в один голос просили его рассказать о том, как сложилась судьба остальных. Ямлиха рассказал о своих друзьях и о том, что они остались в пещере на горе Наджилус. Горожан удивил этот рассказ, ведь никто ранее не слышал о подобном, и все захотели увидеть остальных. Жители города Авсус по вероисповеданию были разделены на две общины. Правители обеих общин со своими подданными двинулись за Ямлихой к пещере. Когда они приблизились к пещере, Ямлиха разумно предложил царям, «Я войду в пещеру один. Подождите здесь, пока я не вернусь». «Если не предупредить их, они могут подумать, что пришел Дикьянус со своим войском. Я объясню им все, как есть, сообщу радостную весть, а затем встретимся», сказал он, и те согласились. В пещеру зашел один Ямлиха. Когда он вошел, все очень обрадовались, встали, обняли и поцеловали его. Они вознесли хвалу Всевышнему за то, что Ямлихе удалось спастись от Дикьянуса и вернуться. Но Ямлиха сказал, «Вы не спрашивайте меня о Дикьянусе. Лучше скажите, сколько времени вы пробыли в пещере». «Мы пробыли здесь день и половину дня», ответили друзья. «Нет», сказал Ямлиха, «здесь мы были 309 лет». И он рассказал о том, что с ним случилось. Прошли века, Дикьянус умер, люди уверовали в Создателя, их верующий царь следует религии, пророка Айса, алейхиссалям. «Они пришли сюда, желая увидеть вас». Хотя Ямлиха и рассказал им все это, юноши не согласились встретиться с ними. Они решили, что лучше остаться здесь, в том же состоянии, в каком они были доселе, и вместе попросили Всевышнего о смерти. Создатель отправил Ангела Смерти с повелением всех умертвить, и они легли на землю. Всевышний закрыл вход в пещеру и укрыл его от глаз, сделав неузнаваемым весь облик этого места. Оба царя ходили вокруг семь дней, но как ни старались, не смогли найти вход в пещеру, закрывшийся могуществом Всевышнего. Они убедились в том, что это сделано в назидании людям, и потеряли надежду увидеть юношей. Между обоими царями разгорелся спор, каждый преследовал свои цели. Царь правоверных предлагал построить у входа в пещеру мечеть, а другие настаивали на строительстве своего храма. Есть различные версии этих событий. Одну из версий мы привели выше. Согласно другой версии, когда Ямлеха задержался в пещере, царь правоверных зашел вслед за ним, чтобы узнать, что произошло. Обнаружив, что все асхабуль-кахфи мертвы, он поцеловал им ноги, и вышел, охваченный благоговеянием, попросив их заступничества и благодати. Он велел своим людям сделать каждому из них гроб из золота и серебра. В ту же ночь царь увидел тех юношей во сне. Они выразили царю свое недовольство этим замыслом. Они отказались от гроба, сказав, «Мы сотворены не из золота и серебра, а из земли. Оставь нас на земле». Царь правоверных выполнил желание асхабуль-кахфи, оставив их на земле и замуровал вход в пещеру. Как и в первой версии, спор о том, какой храм построить у пещеры, перерос в сражение, победу в котором одержал царь правоверных, и на этом месте построили мечеть. Человеку не даны Всевышним такие силы и способности, чтобы он мог открыть вход в эту пещеру. Асхабуль-кахфи по сей день находятся в ней. Об этом говорится и в аятах Корана. А когда придет имам Махди, Аллах сделает их его помощниками. «Счастлив тот, кто увидит это, да сделает Аллах нас из таковых». Поскольку в Коране упоминалось об этих асхабуль-кахфи, Расуль Аллах салли Аллаху алейхи ва салям захотел увидеть их и попросил Всевышнего дать ему возможность посмотреть на них. На этом свете ты их не увидишь был однозначный ответ. Пророку салли Аллаху алейхи ва салям был дан совет отправить к ним четырех сподвижников, чтобы донести до них весть о своем посланничестве. Ангел Джабраиль алейхи салям научил Хабибу Аллаха салли Аллаху алейхи ва салям как это сделать. Расстели на полу свой халат, расставь сподвижников по углам и призови ветер. Всевышний Ангел Джабраиль алейхи салям подсказал ему отправить сподвижников Абу Бакра, Умара, Али Асхаба, Абу Зарра, да будет доволен ими всеми Аллах. Когда халат был расстелен и они встали на него, по велению Таа, пророка Мухаммада салли Аллаху алейхи ва салям поднялся ветер, доставивший халат в Наджилюс подобно облаку. Прибыв к входу в пещеру, они осмотрели стену, вынули из нее камень и заглянули внутрь. Собака заметила их, вскочила и начала лаять, как бы не пуская посторонних. Но узнав, что гости посланы пророком салли Аллаху алейхи ва салям, Этмир завилял хвостом и положил голову на лапы, словно приглашая их войти. Они вошли в пещеру, подошли ближе, поприветствовали всех словами ассаляму алейкум. Всевышний вселил души в тела юношей, и они, словно пробудились ото сна, сели и ответили на приветствие. Гости передали им приветствие Расулуллаха салли Аллаху алейхи ва салям. Да приветствует Аллах Расулуллаха салли Аллаху алейхи ва салям, отправившего приветствие, и вас, передавших его, до тех пор, пока существует мир, ответили асхабу кафи. Они устроили хорошую встречу, посидели вместе и провели время в приятной беседе. Юноши признали пророка салли Аллаху алейхи ва салям, приняли ислам и попросили передать пророку салам от них. Затем асхабу кафи легли на землю, как и прежде, и по велению Всевышнего Аллаха ангел забрал их души. Асподвижники вышли из пещеры, закрыли вход, как было, и ветер доставил их обратно. Когда они прибыли к Хабибу Аллаху салли Аллаху алейхи ва салям, он стал расспрашивать, как все было. Те подробно рассказали обо всем и сообщили, что передали им послание пророка салли Аллаху алейхи ва салям. Они приняли ислам, уверовали в тебя и обрадовались, когда узнали, что мы посланы тобой. Они вознесли премногую хвалу милостивому и передали тебе салам, сказали сподвижники. Услышав их ответ, пророк салли Аллаху алейхи ва салям очень обрадовался и попросил Всевышнего, чтобы он смилостивился над теми, кто любит его, его семью, сподвижников и общин. Сказано, что когда объявится Махди Абуль-Касим Мухаммад, он придет к асхабу Кахфи и всемогущий оживит их, чтобы они могли ответить на его приветствие. Согласно одной версии, после оживления они снова умрут. По другой же версии не умрут, а станут помощниками Махди. Обе эти версии приводятся в сказаниях «Никто не знает лучше милостивого Аллаха». Тот, кто будет размышлять над историей асхабу Кахфи, найдет в ней много полезных знаний. Но одних знаний недостаточно, нужно еще исследовать им. Да сделает нас Аллах из тех, кто следует своим знаниям. Амин. О, отвечающий на мольбу. Как наука объясняет чудо обитателей пещеры? Представьте, что человек оказался в каком-то замкнутом пространстве, клетке или тюрьме. На душе сразу становится тревожно, неуютно. И даже пребывание некоторое время в темной комнате вызывает у многих чувство страха, ужаса, клаустрофобии. Многим знакомы это неприятное ощущение беспомощности во сне, когда ты словно обездвижен и хочешь бежать, что-то делать, защитить себя, но не можешь пошевелить и пальцем. Ведь даже в тюрьме человек получает самые элементарные предметы первой необходимости и удобства, в то время как спящий человек обездвижен и переживает маленькую смерть. В священном писании есть удивительная история, в которой повествуется о юношах, благословенных Господом, мирным сном, защищенных от вреда людей и окружающей среды. В течение многих лет эти юноши вместе со своей собакой спали в пещере и создатель оставил их тела без изменений. И когда они проснулись спустя много лет, то были точно такими, как на момент засыпания. Этим людям не был нанесен ни физический, ни умственный ущерб, их пощадило время и климат. Это необыкновенное чудо, сотворенное Богом, прекрасно описано в Коране, в суре В самом начале этой суры приводится история людей из пещеры Асхаб Аль-Каф. Сейчас мы имеем возможность посмотреть на эту феноменальную историю с точки зрения науки. Всевышний защитил их от зноя и холода, от жажды и голода. Тела сохранились здоровыми, и пребывание в пещере на протяжении многих лет никак не навредило им. Как такое стало возможным? Ответ без сомнения известен лишь Творцу. Биология сна Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, и, как показывают исследования, это невероятно сложный процесс. Ряд высокоорганизованных событий поэтапно усыпляют мозг, наблюдается постепенное снижение скорости активации большинства нейрона в мозге, по мере того, как сон переходит от бодрствования к медленному сну. Как и упоминалось в начале, сама мысль о замкнутом пространстве, в данном случае пребывание людей в пещере вызывает чувство тревожности. Тогда, как на самом деле, по милости Господа, пещера стала мирным убежищем для верующих юношей. Смысл? Они сказали друг другу, раз вы отреклись от своего народа из-за его неверия и приверженности к многобожию, укройтесь в пещере, убежав от них, чтобы спасти вашу религию. Тогда ваш Господь не спошлет вам свою милость и прощение, облегчит вашу участь, поможет вам и хорошо устроит ваше дело. И Аллах наслал на них сон и сохранил их. Таков смысл 16 аята Суры Кахф Тавсир Аль-Мунтахаб. Биологические чудеса людей пещеры. Бог позаботился о них, погрузив глубокий сон. В этой же суре в 11 аяте Всевышний говорит, что Он закрыл их уши. Однако во время сна наше слуховое восприятие не перестает функционировать. Мы просыпаемся от звука будильника, к примеру, и 8-й черепной нерв, который проходит во внутренней части ушей, имеет два отдела. Один для слуха и другой для равновесия, положения или движения головы. Но в случае со спящими в пещере людьми эти функции прекратились. Когда мы спим или даже ложимся, мы постоянно меняем свои позиции. Даже у коматозных пациентов существуют специальные функции у надувных кроватей для профилактики пролежней. Так нас защищает наш мозг, умнейший механизм, дарованный Господом. В случае с людьми пещеры создатель заботился о них постоянно, меняя их положение, и он ясно заявляет об этом 18-м аяте Корана смысл. И ты о смотрящий подумаешь, что они юноши пещеры бодрствуют, а они в действительности спят, и мы переворачиваем их направо и налево, а собака их растянула лапы на порог. Если бы ты посмотрел на них, то обратился бы от них бегом и переполнился бы от них страхом. Тавсир аль-мунтабах Слово бодрствует упоминается для того, чтобы обратить наше внимание на их прекрасное физическое состояние, в том числе сохранение зрения. Ученые предполагают, что люди пещеры часто моргали. Аллах, Свят Он и Велик, сохранил их глаза от слепоты путем моргания, так как глаз, если его держать закрытым в течение длительного периода времени, ослепнет, потому что зрительный нерв будет сокращаться и умирать, а если его держать открытым, то роговица будет поражена роговым ксирозом и наступит слепота. Поэтому, если бы кто-то увидел людей пещеры в тот момент, человека охватил бы ужас, поскольку они выглядели словно не живые и не мертвые. Они спали, но их глаза моргали. Что такое гибернация? Мы знаем, что некоторые животные могут впадать в спячку, при этом они экономят свою энергию и могут оставаться в таком положении долгое время. Исследователи ищут способы, подобные гибернации, то есть спящий режим, который уже используется в медицине для космических путешествий. Уже начались испытания, чтобы проверить, возможно ли заморозить человека на несколько недель. Ученые-исследователи в области космоса ясно видят преимущества гибернации для будущего освоения космического пространства. Сокращение количества продуктов питания, воды и отходов, уменьшение жилых помещений, меньший вес, необходимый для снабжения и, наконец, что не менее важно, снижение психологического воздействия на членов экипажа. Эта сурра Корана напоминает нам о могуществе Творца, призывает нас предаться Ему, чтобы мы могли быть защищены от искушения. Всевышний Господь предопределяет ход событий таким способом, как пожелает, как в случае с молодыми людьми, которые искали убежище в пустынной пещере и с которыми затем случилась эта невероятная история. Здесь не один, а сразу несколько уроков, которые мы можем почерпнуть для себя, вновь и вновь открывая для себя мудрости благородного Корана. Мир, милость и благословение Всевышнего вам! Не забудьте подписаться на канал, а также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok